Здравствуйте, дорогие товарищи! У нас сегодня ветеранская встреча с Homeworld3.ru С нами Тупоксич, с нами Хиггс Ну, вы, собственно, находитесь на канале Хиггса И с вами ваш любимый Дредд Ну, для кого любимый, для кого нет Но вы поняли, короче Хейтите и ненавидьте Ладно Сегодня у нас, возможно, будет много хейта А возможно и нет Посмотрим в любом случае Спасибо разработчикам Спасибо Homeworld, что ты жив И сравним сегодня Небольшой анализ проведем между третьим и вторым Переживчик большой Да, и очень радостно, что с нами находится товарищ Алекс Тупоксич Потому что он в свое время был активным игроком Homeworld 2 И он очень сильно изучил эту тему Как бы Так что его мнение будет просто золотым Извини, что я так спойлери все это делаю Но вы в любом случае можете показать нам, как надо играть Мы все знаем, что вы играете лучше Поэтому залетайте в Дискорд Homeworld Russian Fleet Ссылка в описании И давайте делитесь Как вы играете Как надо играть Да-да, выскажите все Это байт Выскажите нам все Ну что, давайте начинать потихоньку Кто будет создавать лобби А кто здесь самый смелый? Эник и Беник и Беник Алекс, у тебя как с каналом интернета? Ну, более-менее сейчас вроде стабильно Просто, да Стабильный канал у меня точно Но я же всегда не на мощном железе Поэтому будет ли у меня процессор как бы тянуть Все это делаю Я не могу У меня все тянет, хорошо Но с интернетом не я Так, установите базовые параметры игры Видите название игры Да, это что такое Мне нравится как тут звук организован То есть, саунд дизайн пока выглядит неплохо Потому что в меню он так вот Ты кликаешь и он так вот Где-то там вдалеке Вот это клик Как будто Это реально где-то вот Тот же самый дизайн в игре Не такой уже А, ну да Ну тут такие звуки классические в меню С тобой соглашусь классные А в игре какие-то, знаешь, как будто ты в казуалку какую-то играешь Лично это мое мнение Ну есть чуть-чуть Там звук-то классный Звук игры классный Но именно звук интерфейса И всякий там Так, как вас пригласить-то? А, наверное, через этот самый Через А вы смотрели этот ролик Историю Хомволда? По-моему, я смотрел Пригласить в лобби А, Алекс, у тебя в друзьях есть? Ты сможешь его пригласить? Вы, у меня оба есть в друзьях А ты у меня тоже есть в друзьях? Да-да-да У меня просто А, да-да-да, вот-вот, я вижу-вижу тебя Что значит connection фейлд? Чё охренели? Да Не понял Ну, тут говорят, что Сетевой под все-таки Не самое лучше Ну, надо не забывать, что это все-таки Unreal У него как бы Изначально сетев сетевой Вообще Unreal, насколько я знаю Как бы По умолчанию не особо располагает К оперативным играм и прочему То есть Это требует Отдельных настроек И Тоже что-то Что-то А ты сам присоединяйся Ты сам присоединяйся Там типа Через Присоединяйся к Хиксу Да Не, я через Steam нажал Да Но чё-то Он бы Груз запустил Но После запуска Не смог О Погоди Мне это самое Донат Косарь кинули Респект А кто? О, это Другой вещи Атмос Скинул Спасибо Чтобы на всякие Непотребства Спасибо большое Да Спасибо, Атлас Ждем тебя Давай тоже Будем с тобой Играть в Homeworld И не только Да Ильца может Еще раз пригласить Сейчас Я работаю Внутри игры Может это лучше Сработает Потестировать Я еще не тестировал Честно Только Обучение Прошел Желтая Так Я буду За космических Цыган Сегодня Играть Да Мне интересно Посмотреть Что будет С расцветкой Корабля Будут ли И белые С расцветкой Смешно Было А ты Закал Так Настройки Игры Стандартная Сложность Да Я думаю Нам Сильно Не надо Флот Палубных кораблей Разведывательный Флот Посмотрим О Да и Все Там Пресеты Можно Выбрать Я Как будто Здесь Можно Еще Четвертого Нет Нельзя Здесь Прогом Но в менюшке Есть место Для четвертого Может В релизе Будет на четырех Вот Справа Еще один Влезет Точно Ну что Как будете Готовы Можно Начинать Рыбее Давайте Что ждать Ну Сейчас будем Страдать Управлением Во всех Случа Я точно Буду Страдать Ух Я кстати Подумал О том Что Вот Это Совмещение ФПС И РТС И почему Такая херь И вот Что Как бы Ты когда управляешь Камерой Ты зажимаешь Правую кнопку И видимо Они решили Что Ну раз Ты уже Управляешь Камерой Типа Вот Сжимаешь Сжимаешь Правую Кнопку А давай Ты в это Время Будешь И нажимать Клавиши Как в ФПС Вот Да А что Вы думаете У меня Кораблики Белые А ты где? А Вижу Белые А ты посмотри На мой Керрер Альбинос Я сегодня Особенный Что Вы скажете Насчет Ресурс Коллекторов Привязанных Ресурс Подожди Как это Называет Правильно Контроллер Ресудак Ресурс Контроллеру Да что Я все Ашему У нас же на Т А на Кио Теперь Просто я считаю Что на самом деле Все таки Старый вариант Лучше был Потому что Ну Вот сейчас Как ты себе Представляешь Вынести Противнику Ресурс Коллекторы Отдельно Знаешь Раньше в этом Можно было Какую то тактику Прям Использовать Элементарно Послать в разведку Но сейчас Это мне кажется Просто сделали Как в катаклизме Был Хайфрегат Роевой Да 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 Дрон Такой Очень похоже Да Сейчас Такая же Просто Система Что ты Просто Не дрон А по сборщикам Запускаешь Короче Короче Корабли Ни хрена Не реагирует На правую кнопку мышки Какой то неотзывчивый Честно говоря Второй раз Я уже об этом говорю Прошлый раз Я говорил И тут тоже Такая О Кстати Артефакты Надо взять Пипец Сколько текста А И на русском языке Конечно Все Не все Не вылезает Действительно Вот как будто У тебя Удаление Отдаление А новую Через какой то момент Происходит Слушай А тут появился Торпедный фрегат Раньше Разве был В прошлый раз Торпедный фрегат Другой Мне кажется Это вот От стартового Фото Очень зависит Да 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 Флип Композиция Блин То есть Они Сделали Такую Херню С этим Ай Блять Теперь Непонятно Как Направлять Юнитов Направлять Именно Движения Между Да 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 То есть Сейчас Одну Итож Правой Кнопкой И Левой Кнопкой Подтверждаешь И Правой Кнопкой Удерживаешь И Если Высоту Настроить Я сегодня Тоже Да Покопался В этом Какой У меня Красивый Керрер Все-таки Половина Белая Половина Зеленая Осяк Да Так 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 Ой У меня У меня руки тянутся вообще к другим кнопкам Руки Помнят Ходки Старые Да 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 Есть Придется Да На недельку Переучиться А так Я надеюсь Они сделают В релизе Уже Отложенном Не сделают Именно Либо Старое управление Вернут Либо Дадут Возможность Биндить Есть Такое Но походу По отзывам Из-за того Что они Отодвинули Релиз До До 13 Мая Я думаю Что они Старые Попробуют Они Релиз Отодвинули Да Буквально Сейчас 13 Майя Отлично Значит у меня Больше времени Наработать На видях Активно Донатим Киксу На видях Кстати В этот раз У меня Все нормально С лодами Все прогрузилось И таких проблем Как в прошлый раз Нету Вообще Сейчас Все нормально Работает Так F4 У нас Выбрать Все боевые Единицы Красивого Рядок Построились Ой Они как-то Боком Стоят Вражеские Корабли Походу Как рыбы Знаешь В воде Померли На бачок Перевернулись Тут Пробел То работает То не работает Весит Смарт Смарт Мислов Пригей Надо Какой-нибудь Бригады Пойдете Мелочь Делаю Корвет Сейчас Начал Делать А там Нужно Уничтожить Какую-то Хрень Там Тран 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 Идут Идут Слева Ну Вот Да С Небольшим Тут нет Понятия Верх И Низа Это Точно Нет Понятия Но Вот Тем Не Менее Какой-то Тран Просто Убегает До раза И Никто Не Услышит Твоих Криков Это Верно Топас Ресурсов Исчерпан Так Я Жму пробелы Оно Не работает Точка Вторжения А то Как они Группируются Эти Истребители Это Просто Позорище То есть Я им Вроде Мы Сказал Я им Сказал Клоить Но В Коготь Остановиться Здесь Можно Не Перебирать Можно Правой Кнопкой На Вот Эти Вот Построения Где F3 И Там Все Они Ображаются Можно Левый Можно Нажать Какой-то Именно Поч Чтобы F3 Постоян Не Жмякать Да Хоть Поудобнее Механикой Не Сильно Но На Подобнее Сейчас Что-то Надо Хочу Поменять Да Слились Немножко Хайтера Что Вы Творите То Вы Или То Я Не Пойму Как Мне Заставить А У Меня Рельсы Еще Не Улучшено Да Я Понял Лучше Прикол У Смотри Что-то Да 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 У тебя Чат Кстати Дред Работает Да Только Я Его Пока Что Не Смотри Как истинный Космос Ган Должен Пытаться Не Расстреливать Врагов А Разбирать Их В полете Угонять Так Войной Выстрел Давай 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 Быстрее Быстрее Улучшайся В эти Самы Пошел Блин Они Уже Уходят Я Не Понимаю Что Еще Происходит Не Говори Что Тут Как То С Я Не Понимаю Почему Ко Мне Этот Самый Суппорт Фрегат Прилетает И не Строится Из Этого Может Он Слишком Широкий Короче Рельса Промазала Полин Контроллер Рисун Контроллер И что Четыре Рисун Контроллер Построил А Нет Один Нет Там Три Лимит Три Лимит Просто Да Сейчас Да Пахнет Или Ты Действительно Что По Интерфейсу Больше Пахнет Иф Онлайн Все Артефакты Артефакты Направление Направление удара Очень неудобно Ставится Да 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 Из-за этих Обломков Очень неудобно У меня Обломок Не Голит Халява Взять Да Ни хрена Они сразу Гиперпрыжок Просто Уходят Мы не Успели Не советую Сжать Кнопку Советую Подсобрать Ресурсы Мы уже Подожди Соберем Пойдем И что-то У меня Почек Устанавливаем Зам Вот Сейчас Устанавливается Здесь Как Примастер Можно Зажать Shift Левый Пристроить И Строить По 5 Да Я в прошлый раз Пользовался Этим Да Ладно Зай Иф Онлайн Не будем Происходит Происходит То, чего Я не ожидал Сейчас Оно Не выскакивает То есть Низкая прочность Кораба Из полоса Тут еще такой момент Что когда ты В этом Сенсор Менеджере И ты Пытаешься Приблизиться Еще больше Оно Не приближает Тебя Оно просто Останавливается Непонятно Оно работает Хотя Блин Тут Настолько Далеко Вот это Вот Приближение То есть Что Оно Бестолковое Реально А мне Не нравится То, что Здесь Корабли На правую Кнопку мышки Ни хрена Нет Не отвечает Вот Вот Да Есть Им Жмешь Правой Кнопкой Полететь А они Тебя Пошел Ко Ты Нахер Нужно Правую И Левую Ого Господи Кто это Придумал Не знаю Руки Оторвать Ну Нет Мой Торпедник Взорвали Уровень Рост Угрозы 77 Враг Готовится Атаковать По-моему Когда-то Этот Ионный Фрегат Презентовали Как Рейл Нет Кстати Да Да Было Дело Тоже Помним Ну Или По-краймю Он Очень Сильно Дрожал Как Будто Это С Таким Же Успехом Как Ну Ну Да Рейл Ган Корвет Смотришь И там Точно Такая Же Пушка Трехствольная А еще Сразу Сходу Скажу Вот Вражеский Корабль Я Даже А Многолочевой Фрегат Ну Тут Непонятно Вообще Во всяком Сучу Врагов Что За корабли И Что Они Делают Нету Как То Акцента На Оружие Знаешь То Есть Если Ты Классических Уорлов Включил Сразу Простите Нажал То Ионник Это Ионник Торпедник Это Торпедник А тут Кир Поймешь Кто Из Них Кто Простите Это Я Нажал Ничего Страшного Ничего Непонятно Какой-то Бардак Но там Не сильно Много Оставалось Конечно Ресурс Мы Сравны Честно Говори Этот Игра Я Не Очень Понимаю Что Происходит То Где-то Я Где-то Вы Что-то Там Нету Какой-то Такой Ясности Как Это Сделаю Погромче Собеседников А Игру Сделаю Потише Пеструшки Нашли Законсервированный Блок Предтеч Да-да Именно Так Еще Третий Да-да-да-да Почему Ты не хочешь Лететь По Правой Кнопку Ресурс Контроллер Сразу Понимает Что От него Хотят Что Не происходит Я предлагаю Вылететь Из этих Мегалитов Чуть В сторону Ресурса В левой стороне Чтобы Было Немножко Мышка Пояснее Вообще Да-да-да-да-да Согласен А еще тут Песочек Есть В космосе Да Я тоже Видел Смешно Еще ветра Дует Где-то Молодые Ветра Где-то Тут Ветра Дует Да Блин Хоть Дали бы Воспользоваться Функцией Пролетов Через Это самое Передвигатели Как в тренировочной Миссии И кстати говоря Насчет фонов Тоже Ну вроде Красивый Хотя Не знаю Ну на вытащенных Паках Распакованных Как-то Мне так Себе Показалось Ну в игре Вроде смотрится Неплохо Не Ну на паках Там скорее Все Без всяких Спецэффектов Там Из-за Разряда Что Да А звезды Да Статичные Ничего Не моргает Вот я смотрю Что делают Модеры Для Хумвола Второго Там прямо Рогалик Делаю Чтобы В зависимости От того В какой Регион Галактики Ты залетаешь Типа Ближе К центру Галактики Или дальше К центру Галактики Чтобы у тебя Звезды Генерировались Ну Эти Точки Такие Светящиеся Вокруг На беке То есть Если Модер С Старым Холдом Делают Такую Штуку Что Сказать Что Сказать А где Мои Истребители Как Выбрать Всех Они Толега Боевые Единицы В 4 И всех Парамат 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 Это не Работает Не Работает Не Р Всем Выбирается Керриер 6 Корветы В 5 Истребители В 7 Фрегата Видим Нет В 7 Капшипа В том числе Наверное Фрегата У меня просто Фрегат Нет Ну я Походу Превратился В балласт Потому что У меня денег Ноль И ресурс Контроллеры У меня Все Снесли И что Мне делать Странно Что Нет Опции Допустим Передавать Корабли Ресурсы Ой Место Что Ведет Я Наверное Я Наверное Могу Отменить Самое Производство Хоть Как-то Что-то Сдать Было Еще Что Сдавать А как Тут Сдать Я Конечно Не в Купсах Черт Как Мне от Тебя Избавиться Меня Бьют Есть Я Работаю Над этим Чтобы Я Даже Не понял Как я Потерял Вообще На самом Деле Я Тоже Начал А Не В Эти Где Ресурсы Стоят Сразу Есть Небольшая Капан То есть Если Просто Эти Прислать То Ничего Не будет Саппорт Фрегов Не ухавляет Сейчас Я Застрою Хорошо Вам Вы Там Строите Я Хотел Строить Я Был Если Мог Я Передал Был Ресурсы Без Проблем Научите Без Без Проблем Где Твои Истребители Цыгана Куда Ты Угнал Коней Что Строить Надо Что Строить Надо Не Не Знаю Нет Никаких Кнопок Значит Я Буду Просто Любоваться Красотами Солочков Это Есть Вот Опять Таки Вот И проблема Того Что Тучных Ресурс Коллекторов Нету Просто Бах Бах Нули Ресурс Контроллер И все До свидания Да Это Очень Печально А я Был Мог бы Сейчас Куда Нить В угол Карты Отогнать Свой Ресурс Коллектор Чтобы Враг Искал Его Пол Дня А Тем Временем Заказать Верфь Прыгнуть Куда Ни Другой Угол Карты Строить Себе Батл Крузер Охраняют Ресурсы Чей-то Контроллер Уже Бьют Ты потерял Два Контроллера Сейчас Что Такое Блин А там Куда ты На ресурсы Постал Там Охрана Короче Нужно Сначала Посылать Что-то А потом Ресурсы Блин Охраняют Короче У рельсы Прям Большие Яйца Я смотрю Я не понимаю Как Обще Отправить Что-то Куда Куда Реально Как это Принк С этим Совсем Как они Проморгали Это Как Это То есть Месяц До Релиза Мне кажется Что они Просто Нашли Повод Чтобы Забирать Немножко Производства Я не понимаю Реально Я не понимаю Реально Месяц До Релиза У них Не Не Так сказать Неоткликиваемое Управление То есть Которое Не Чувствуется Не работает Так Следует Я не понимаю Как Вот Тут Куски Этого Корабля Дестройера Вражеского Я пытаюсь На них Навестись Этим Контроллером Чтобы Он их Подхватил Я не понимаю Как это сделать Потому что Они вроде как Светятся Но Ничего Не делают И Как Нормально Заставить Тебе В чате Отвечает На Твой Вопрос И Как Нормально Можно Сделать Гард Для Этого Самого Там Направить Я так понимаю Привычных Подхеев Уже Нет Вообще Как Я понимаю То есть Просто Вот Через Панельку То есть Панелька Справа То есть Ты Выделил Там Истребителя Мне Прибыть Два Раза Жмешь Жмешь Киток Да Вот Это Дабл Пит То есть Одно Дело Когда Ты Много Кликаешь Чтобы Там Что-то От Микрит Например То есть Допустим Три Ионика Надежда Навел И Отводишь И Специально Чтобы Они Подоль Подоль За За Счет Рейнджа Чтобы Ты Тебя Берет Тебя Не Били А Ты Бил А Тут Как бы Пока Не Очень Понятна Эта История Меня Смущает Тоже То Что Инверсионные Следы Только Голубые Почему То Они В Зависимости От Того Какой Цвет Ты Ставишь Сво Флота Это Очень Стран Сейчас Дружище Отвас Пошутит На Эту Тему Я Уверен Какая Фишка Что Это Платная Теперь Фичи Да Ну да Это 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 Как Наверное Вызвали День Раз А что Сезон Пасс Кто Знает Вообще Что Это Будет Ну Сезон Пасс Пасс Везде Почему Возволь Какие-то Новые Расы Будут Добавляться Именно В формате Пасс Пасс Может быть Может И как В десертах Будет Типа Галсинов Добавить Не Галсинов Этих Добавить Родаки Там Конечно Такое Себе Добавление Показали Б Показали Быть Тоже Тут Этот Бест Слеер Вообще Непонятно Для чего Они Добавили Может Все Таки Будет Как Это Отсылка Катаклизму Я бы Очень Хотел Я бы Но В любом Случай Говорят Что Все Получается Зибир Катаклизм Стал Каноном Походу В Джер Боксе Там Не Совсем Отдали Хум Волт Этим Би Би Этим Чернодроздам Они Сами Взяли Посмотрели Что сделано И сделали Своего Лормастера Ну Конечно С уважением К Канингему И прочим Но С другой стороны Роб Канингем Никогда Не был Чуваком Который Реально Делал Весь Не надо Чтобы Продолжал Заниматься Этим С точки зрения Как Лормастером Нужен Реальный Чувак Который Просто Все Возьмет И Сделает Нормально Ой Ой Что Там Большой Появилось Ух Та Как Шипы Че Ты Не будешь С принципа Да шутить Начинаем Голубого цвета А Ой Ой Там уже Дестра Дестра Можно Захватить Вроде Как Ресурс Контроллером Можно Захватить Эти Тебя Ресурс Контроллером Я хочу Попробовать Если Какие-то Условия Как Катаклизм Или Ты Просто Сажаешь И Он Захватывает Грубо Говорим Уже Нельзя То Не То Что Уже Нельзя А Сейчас Нельзя Сделать Был бы У меня Ресурс Контроллер Я бы Проверил Нет Нельзя Потому Что Это Отключено У меня Есть Только Один Штурмовой Фрегат И Три Саппорта Которые Будут Теперь Штурмовый Фрегат Лечить Бесконечно Посмотрим Продержится Ли Он Против Эсминца У меня Причем Они Ионики Снайперы С Артефактом Который Дает 100% Рейнджер Но Урезает Обзор Они Слепые Но Далеко Стреляет Попробуем Попробуем Взять Дест Ради Пользование Продолжение Уже Ресурс Согласен Что У Авианосца Нету Функции Ресурс Коллектора Это Точно Нету Нету А А Как Ты На него Скидешь Где Где Мы Где Мы Убили Слушай Натроны Цепляются Дест Ну Как Да А Еще Здесь Очень Сильный Текстур Китая Лица Там Еще Эсминец Летит Ну И Что 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 Мо Фрегат Фрегат Ведет Все Крайне Странно А Он Наверное Пытается Тут Спрятаться За Объектами Это Кто Это Кто уходи в гипер прыжок а ты не сможешь здесь так нельзя все сделаешь да согласен ушки людей вы здесь бы смотрелись прикольно но они наверно маленькие были бы учитывая размер кораблей так а у тебя то есть уничтожили и как бы все нормально да мы продолжаем без тебя смотрим не стоит у меня как вроде ресурсы добывается когда они правда добывается конечно странно сделали что ресурсы я я вначале не заметила потом понял что в чем фишка то что действительно если у нас дронные коллекторы то все зависит на этой ресурсной базе но как-то они странно дроны цеплялись но никакой ну короче никак не отображалась что идет захват вот такой то есть они просто что-то прилипли и ответы обмой модели ратор и громковики я говорю там такая фишка что это по моему есть но она не активно в дымке это фишечка все уже потерял ты кстати активировал функцию сама ремонта у себя на карьере там же у него есть типа обилка сама ремонта ну чё я могу собирать ресурсом там нам сбоку дес пройдет да попробую взять его на таран больше мне делать нечего работайте братья я говорю мне хумурл 3 очень напоминает home world mobile это прям знаешь вот сходство unity анрила по прям чувствуется особенно в поведении юнитов 2 конечно выглядит как просто копия этого саджука какая-то мини-копия мини-копия с каким-то горбом носу жрете как они возбужденные пробужденные до инкарната типа воплощенные возбужденные вроде читать что возбужденные врачи не тарами ну там по карте получается что аномалия которые пошли ну то есть из-за которой весь сыр бор она началась в регионе в игру кстати говоря где-то там уже где нашли где макан нашел свою третье ядро третье яйцо да и вот собственно у меня есть подозрение что инкарната это есть выигры какой-то мере но посмотрим конечно же смотрите смотрите здесь обломки без текстур всех порвали практически да я иду на стас там по против кучи гестров я вряд ли выйти на попробовать облететь может получится ну толпа на самом деле нет может перезапустим проще время чтобы тянуть жмель вам уже время с даже не чем я понял одно здесь нельзя затягивать очень очень все на скорость вот эти все цели если ты сразу не делаешь что я просто давит потом качеством которого у тебя не может быть потому что у тебя всего лишь шагоносцы вижу но я так чувствую что у тебя какой-то скилл остался последний мышечная мышечная память называется в игр портс нет шанс четыре гестера каша можно издалека его никто не попробует расковырять у меня там типа тут по две пушки с каждой стороны или не мне там даже пять тестеров шесть тестеров да вот такой темненький блин у него две пушки спереди эти талионки какие-то желтые онки и 2 2 масс драйвера кинокинетика еще там прилетели и ядрит мазрит но не уже там никаких шансов очень нету я предлагаю выливается ну чё-то дам пиво им плеваем сливаем сейчас посмотрим я выше мислов регат я еще раз или давай еще раз еще раз закрепим успех я вот тут думал о том что вот как раз все эти инкарнаты они такие а риторт у меня что-то она сломалась сломалась все эти инкарнаты они такие планетаро подобные это может как как раз таки этому товарищу микки его и волюшин моде помочь там же из-за можно было кстати кстати говоря из-за homeworld mobile-то сделали мод для fx galaxy там экспедишен разу придумали ли как бы под мод под fx galaxy galaxy из кораблей для fx фx мода и вот микки может знаю позаимствовать парочку прожбонитров из хвм для своих прожбонитров так чисто чисто так подумать как так можно было обосраться стоит данными а но они же не красный желтый они желтый красный это дахнет тоже было странно максимально конечно раз вы разнообразит тут непонятно так еще дали на четвертом уровне новую иконку профиля ну да иди с функционными бонусами согласен легкий перерыв все быстренько туда и обратно метнусь и это вообще компания я думаю поэтому может быть да вон там я вся ватарку поставил много штук на мужика похоже жизнь да 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 и транс да все ради страданий это точно полин да там миссия солдами по ходу это что-то на крови галактики возможно как раз таки с точки зрения либо кисура кисура этой либо с точки зрения аномалии там будет но это же компанейская ну там было если посмотреть этот ролик который они предлагают к демке то там есть некоторые карты это кстати выкладывал в этот homeworld russian fleet и в общем-то свою статью по картографии дополнил еще кисура это все-таки еще наш то есть не наша холду оригинальных у молдовская галактика вот уже потом где-то с 3 миссии там там же лист уже тоже вытащили ли сна дали с миссии ну что давайте еще раз извините тупанул тупанул пардон и не простим такие горя не полетели там я снова в серединке почему поселинка а я сбоку вот даже через правую кнопку чтобы высоту задать раньше как был шив зажимаешь и все и сразу регулируешь высоту ир надо левую зажать обязательно бомбать убить по поводу управления можно долго здесь все исправит три месяца они сами дали отмашку за кису я пойдем и кофер да я ему отдал команду назад полететь он все равно летит добывать то они вообще добывает коробки и контейнеры сейчас лучше справимся эти ресурсные . отбить как тебя заставить лететь куда надо в вы тут чего хороводом летаете что-то мне надо мне надо а непонятно что надо просто ресурсы добывать когда точнее а управление это точно надо перенастраивать сто процентов я кстати радеясь интересы все-таки попробую вернуть проблема что он что нету практически и биндов практически забинить ничего нельзя то есть вот эти привычные клавиши вроде там стыковки гуарда и прочее перебить это самое плохое и нет сейчас я тебе покажу у меня строится фрегат поддержки как в первом home world и было типа тоже с функцией но только у него нет теперь оружие совершенно просто беспомощный дико странно на какой плод вот он вылезал и тяню а это у него наверно лечилки пушки гипер пространствуется нет он снизу вылезает опять транспорт активы твари заставить лечить а вот я жму левую правую кнопку ему все равно он ничего не делает он наконец от дублил парочку и ровно надо построить ну да 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 я тоже говорю что хотя бы одну пушку ну раньше у всех было руль орудие хоть какое-то видимость того что что-то стреляет было ну раньше отправишь ресурс к контроллер и он в принципе там мог какое-то время продержаться против отряда истребителей к примеру очень куцый набор того что можно построить я прям это это меня дико раздражает вот я сейчас выбрал ресурс какого саппорт фрегат правой кнопкой он лечит а если ты ему задаешь команду типа лети сюда надо нажать левую кнопку чем так сделан это прям путает дико есть такое где мой чо у меня уничтожили только ну лети ты сюда тварь на у меня просто уже нервов не хватает какого хрена происходит почему ты не слушаешься это непослушный мальчик а это зажать так на кармин вагон этот остался там тусить там надо ли урдан 3 3 4 и 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 а то ты нет и а Посмотрим, сколько может себя Хэрри отдержать истребителей корветов. Интересно. Он не хочет показать? В общем, в обучении никакого разъяснения в том, что лучше, какие эти формации для чего. Да, даже в первом, хоть чуть-чуть на бой. Привет, дрейком. Ай, бля, все размочили. Ходите нахер. А здесь все собрали, да? Четыре А посасываю в этой или. У меня дико раздражает то, что нельзя всех выбрать. Он выделяет рамкой только боевые единицы. Как мне всех выбрать? Я вроде отстрелил. Да, все, что они доделают, разработчики доделают моддеры, это точно. Да, да. Ну, мастерская в любом случае. Они с этим моддеры распилить, наверное, все есть. Моддб не с этим, а с этой платформой сотрудничают. То есть, моддинг будет, но он будет через эти, через другую вещь. Тем более, что у них своя джербоксовская платформа, shift это. Так что они явно будут делать и сочетания на Epic, на Steam. Вот это то, что они не будут привязываться к одной платформе, поскольку у них своя платформа есть. И они по этому выбрали стороннюю моддинговую, так сказать, команду. А я так и забиндил всех на Control-1, Control-2. А, ну нет, не боевые, да я не забиндил. Надо, кстати, так и сделать. В принципе, тут из небоевых у нас кто. Почему саппорт фрегаты считаются тоже небоевыми? Ну вот это да, тоже порно. Порно. Почему я два раза кликаю на них, они все не выделяются. Они не выделяются. Да, что-то они начали выдумать. Велосипед на ровном месте, да? Угу. Пидорство не говорит. Кругом отне назовешь. Да, они вроде как улучшить хотят, там, типа, упростить. Но что-то усложняет в некоторых местах. Тем самым упрощением. А вот теперь я нажимаю прицельный выстрел рельсы. Уже правый надо нажать. Или левый. Да, черт. Левый нет, мы выберу корабль. Правый. Походу правый. Так, предлагаем побежать. Бежим. Ой, мне опять все ресурс-коллекторы. Нет, только не это. Поехали нахер отсюда. Нет, у меня опять все ресурс-коллекторы уничтожили, а? И денег нету. Твою мать. Когда успели? Мы тоже они не продумали. Вот, допустим, да, у союзников уничтожили коллектора. Может, мне сейчас хоть немножко денег дадут? Типа. Да, как бы что ему делать? Собранные союзники передать не могут. Он сам добыть не может. То есть, как? Все он проиграл. Матически. Если ты там прием, при контроллеров потерял, ну... Уф. Эстинговали. Денег по нулям. О! Черезобрали, что мы... Миссия не видели еще. О, кстати, да, новая миссия. Вот она с альдами. Интересно. Вот. Я увидел это все. О, высокая миссия. О, как мы интересно тут располагаемся. Самое интересное, что когда еще при первом хумолде они спрашивали о том, какая вероятность того, что можно встретить большой объект в космосе, им сказали, что это как будто, ну, ты можешь сам пропылесосить там миллионы километров кубических и собрать там максимум там на сухой мартини. Вот. Кто-то не в третьем такая, а нахер, давайте делать будем эти огромные объекты, льды, пески и все дела. В этом смысле, как бы, в этом смысле, как бы, первый, второй хумолд, ну, первый и второй, потому что он не получился. Как бы, второй хумолд хотел быть третьим хумолдом, но они переоценили силы на 2000, на 2000 год. Вот. И в этом смысле, первый и второй хумолд с катаклизмой, соответственно, они были гораздо более реалистичными, как ни странно. Да. Такая парадоксина. Во. У меня все-таки напрашивается вопрос, откуда только льда в космосе. И что за сетка на клавишу М, я не понимаю, для чего? Я тоже не понял. Вот сетка в космосе, это максимально какой-то бритв. Если говоря. Я понимаю, там какая-нибудь ТБС, пошаговая стратегия, это те же герои, например, там сетка, это нормально смотрится, но он ворал без сеткой. Простите, а зачем? Тут скорее, знаешь, какие-то объекты бы выделять в этом смысле. Надо. Так. Сапортфриги не могут калитровать, контроллер похилить. И исправился. Откуда свет? Что за свет? Это кто? Звезда или что это такое? Не, ну по сравнению со вторым хумволдом, где в основном мы в середине галактики тусовались. И там эти ядро отсвечивало желтым. Вот такое разнообразие получается. Хотя все равно с планетами по-молоде туговато. Может быть, да, чтобы горизонт определять. Ну, а как его потерять? Тут вроде камеры-то не особо. А, ну, может быть, да. Камера зависит от игрок. Ты не, всё. Нет, я сейчас ответил. Нет, сейчас ответил. Нет, что-то за весон был секунд на 10-15. Ожидается сопротивление. Захватите ресурсы. Чем? вашу ватя типа убейте всех я просто этой сеткой привычки м чему чтобы это самое это я уже перестал жить на им при привычка плохая уже да не говорит сожалению за видишь поверхность хочется нажать на пробел еще далеко не знаю для меня галактическая так сказать тактический экран вообще не информативный слишком большой точнее камера слишком недалеко отдаляется по умолчанию что-то не так с этими масштабами как бы она да кто-то не так я поэтому предлагаю что нужно поиграют холдер мастерит как умол 2 который вырос еще на холд 1 улучшение холд 1 вот и посмотреть как она там игралась может у нас просто знаешь такой дель ностальгическое воспоминание о той игре и на самом деле тут тут уже улучшение мы просто так сильно борзеем с точки зрения чего надо игроку хотя мне кажется все таки нет ну еще знаешь что скажу сразу по тактическому экрану то что если ты отодвинул ну на пробел нажал вышел тактический экран и поднял камеру вверх далеко так нажимаешь пробел камеру тебя как бы основная тоже поднялась вверх она не возвращается в ту точку из которой ты да вот ушел так сказать ты правильно обозначил проблему и я согласен с тобой так же скажу что тяжело попасть по вражеским юнитом кноп мышкой там вообще есть на что спасает от control зажать я да я только control и сошел без варианта прикат какие-то дешманские хилсы то есть что первое что во втором полде тому фрегатов было 12000 до 9000 на 15000 хитпоинтов и она увеличилась до 21 через арбор в катаклизме там может быть там 12 было но тем не менее катаклизме там прикол был в том что ему грейдить броню тир-2 тир-3 то есть она не добавляла кпк но она добавляла сопротивляемость да 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 был такой видом оружия фишка была в этом они прямо из роза появляется да просто гиперец и все причем до прикол в том что нужно просто всех перебить все кто там прятался по углам по ресурсам точкам по этим артефактам вот это самый бред они там где-то спрятались ты их давай щитом секрет без ну сколько ждут интерфейса то а все прошли так не так не везет на артефакты хочется на фрегата что эти артефакта их нет просто скаут интерцепторы бомбере очень странно ресурса много еще меня прикалывает что никто не может вдох залететь пока авианосец не становится вот он даже просто крутится вокруг своей айси они не могут залететь был такой паку выгрузка авианосца кстати и battlecruiser тоже если он движением бывали проблемы это его во второй части тоже бывало такая тема не всегда но второй части даже было хлеще место союзник залетал там твой долг у него караэка эскадрилья не чинилась ее нужно было принудительно выпускать то есть о чем прикол то есть он у него там допустим забейте на не узнать эскадра корветов лазерных например выиграть там 12 корветов док застряли не чиниться из-за этого приходилось очень просматривать и выпускать то есть если видишь что полоска не идет ремонта это не твой корабль сразу минус юнит на поле боя надо но мне кажется что все таки в этой игре они не сильно использовали ли кодовую базу из предыдущих игр несмотря на то что холл 2 и холл 1 франшиза принадлежит jrbox это не с самого начала решили походу начать и сломали но не сломали не доделали данном случае получается не доделали не прикольно то что такие тень тени получается на этом еб твоя мать куда стреляешь они по своим же стреляет ракетные эти тени на поверхности появляется но честно говоря это не не то чтобы сильно то что хотелось бы не знаю компания как компания играть надо для меня первую очередь у молод эта история мультиплеер всегда можно доработать патчами какими-то комьюнити патчами как он сделан из ремастера по сути сейчас какой-то есть помо 2.3 баланс патч это патч именно от комьюнити именно вот от ветерана в том числе второго комика то есть они приложили я не уверен что именно они там почти дыма как минимум идеи были оттуда точные читал на берегу спорами свое время все дело то есть это очень круто что прислушивались прям комьюнити именно и у играющего мультиплеер как шарящему за проблемы по второй части оригинальные за те же проблемы которые по итогу перекочевали в ремастер и мы чуть подосугубились то есть там были и профи первой части которые лохматые года там тоже играли то есть ремастер на самом деле во многом обязан именно то что он сейчас ну той форме какой сейчас есть более-менее адекватно он обязан игрокам и рисковка лендера уберите это сейчас агребут надо льдами посередине так как не мои мне кажется надо уходить уже четко тоже какие-то фрегаты прошли ракетные фрегаты летят к ресурс-коллекторам вот у меня да че тут налетели всякие твари че-то ресурс-коллектор атакует ни хрена не с вносят их просто три выстрела и ресурс-коллектор все сейчас взорвется короче пойдемте наверное да это это уничтожили я предлагаю пойти уже у меня уже 7 300 ресурсов мы не хватит на следующую миссию поделись с удовольствием научите сейчас удовольствием поделился но это смещение гипер окна конечно она выглядит потому что мультиплеере есть как бы возможности передавать корабли и но при мастере и ресурсами делиться то есть там можно пятьсот тысяч пять тысяч и все вообще четыре кнопки знакомую миссия кто куда а я пас еще скажу то что мне не нравится вот я забиндил допустим на control 1 группу выбрал им построение дельта условно правил их куда-то в точку лететь потом один юнит выбрал опять выбрал их всю группу и уже построение смешанной а до 50 прайс по построению короче постоянно теряется да 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 без построения тут просто тяжело потому что они все летят кто куда смешанной опять денег нет держитесь он кричит раньше флит вот я туда и полетел в ровно гранит шайт фрегаты сейчас попробуем чем с ним сделать посмотрите кто на борту алиана же выстрел имбово его рейлган хорвета да 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 вы просто у меня порезал а именно с фрегат сразу обалдеть мне кажется они тут даже более хлипкий чем во втором контору вот это странно почему-то отчета супер клипки нельзя посмотреть кто на борту в доке так сказать авианосца вот я сейчас заработаю канал ну ты жмешь лая у тебя просто так там просто кнопка типа автозапуск включить выключить все и кнопка запустить все кто это все у тебя там да как-то не просрали кучу интерпейсы то есть понятно что х в доке не было этого и надо черные дрозды не рели это точно это не релики они все чувствую что делают новые заново по какой-то причине хотя странно это за звук туру это там это the fox еще захватывает там прилетели smart missile frigate smart missile то какой-то самонаводящиеся наверно слушай но это явно какие-то выиграть мне так кажется выиграв опять делали этими офишами на козлами отпущения я уже говорил что у нас помол де есть если сравнивать star wars он то получается такая ситуация что первых умолд это как оригинальная трилогия star wars там не знаю допустим кто у нас там умолд катаклизм это как приквел и типа спорно но все уже смирили ахомолд 2 и продолжение это как это как сиквел и который должен объявляется официальным продолжением никого не нравится ну то есть в караке сейчас прохожу столько этих сюжетных ляпов что пипец печально холл 3 непонятно что там будет конечно потому что мы сейчас видим косяки геймдизайна допустим или косяки просто недоработок сюжетом посмотрим что что будет такое ощущение что будут опять в игры это будет опять хв2 версии потому что люди потому что наши корабли на тайдан похоже тайдан точно не будет точно не выдая если продолжаете аналогию со star wars ами то умолда мобайл это как мандаверс мандалорец ашока там и прочее потому что они реально вообще в свою сторону их отделили как бы я не сами себе придумывают историю и в некоторых случаях она весьма даже интересная ну как бы своеобразно и даже есть свои хорошие стороны несмотря на то что это история для казуалка так что у нас где-то нас еще ресурсы были ну да хвм до пожаре поиграть него не могу да хвм хвм нормально не знаю как бы вам надо с дредом встретиться во вселенной и ты же тоже хвм играешь на я сейчас как в него тыкаюсь иногда периодически но мне нужно на третий уровень ресурсов перейти на что ты знаешь как я там уткнулся в то что там ресурс на эти поля нужно разрабатывать просто долго и долго и думал знает быстро закончить сайт квест а там оказывается еще открывается за ним еще до 10 уровней я не помню там не знаю остался этот бак или нет но там по моему как-то можно раньше я пользовался я чисто сейчас не очень помню как это надо делать то ли залетаешь когда кто-то есть нарису на точке t3 ресурсов то ли уходишь и обратно прилетаешь и получается так что враги не спаунятся и ты просто тупо добываешь сколько тебе надо нет ну там враги враги вообще не проблема особенно после ивентов когда потом набираешь юнитов четвертого уровня там 3 4 уровня и там просто как так сидишь и они просто умирают все кто прилетает но суть в том что у тебя постоянно заполняется это ангар и те нужны обратно лететь на базу сдавать все это у тебя еще какая-то херня внутри ангара и в итоге у тебя ну там где-то на 60 почему-то занято вот это всего у тебя 75 полный и ты пока наберешь эти там сколько там тысячи тысячи ресурсов лет настолько заебывает простите за мой французский что поклинаю всех потому что это реально но если допустим с сенсорными экранами то но когда-то там просто нужно просканировать все по игре то это происходит просто когда ты играешь скажем так 10 ну ты хочешь был какой-то миссию полететь тебе нужно просканировать эту миссию но и как бы автоматически у тебя засчитывается вот этот кау счетчик а тут тебе нужно специально идти там сдавать эти добывайте ресурсы это такое уторность и меня несколько сбила я сейчас наверное еще немножко подожду как пока что-то как и наверное сделаю еще одну сессию насчет с квестами но веру веру хвм но чуть позже сейчас как-то настроение особо нету у меня тем более нужно закончить с хвдоком последняя миссия сейчас добить пятницу а потом еще хмолд 1 хмолд 2 и дай бог еще до хмолд катаклизма найду так что мнение не в этом самом не приоритетах ну да но в полностью все из крис из этого трюма выгреб нам блин там все выгребать это там еще и интерфейс в этом хмолд мобайли такой что тебя нужно кучу времени в нем провести такое знаешь как если по чуть-чуть она не напрягает а если начинаешь серьезно вот это заниматься там это просто приготовление там просто каждый день зайти в эту игру там забрать поставите одни ресурсы на рефайнинг другие ресурсы на там не знаю продажи если надо там забрать одно ачивку вторую ачивку вот за то что ты что-то сделал в этот день там полчаса проходит пока ты все это сделаешь и уже устаешь от того что она есть есть я тоже я пытался начинать мобильные играть мне показалось довольно сложно у меня телефон хороший все тянет классно сложновато мне казалось для хождения но я на этом сам на виртуалка играю на телефоне играл но в определенный момент устал это а еще то что она не заполняет сверх лимита когда ты ресурсы эти ну ладно это все фигня я думаю что момент с ресурсами из на какой-нибудь последнем остаток оставлю расскажите мне да остались те уникальные игроки вроде меня у которых не было аватарки у меня было вопрос так вместо аватарки я такой случайно выбил багом так некоторым некоторые выбивали не знаю я кстати я кстати тоже делал подобном плане когда только самый самый первый альфа вышла еще для тестов я прям отключал отключение экрана на телефоне ставил яркость на видимо телефон до зарядкой ложился спать пока добывает потому что там добывалась низ точек где астероиды в миссиях не в миссиях а просто заданиях где по чуть-чуть совсем капает вот тогда вообще лютое задротство было я в свое время написал как только столкнулся с этим ресурсы добывающим задротством некоторые игроки записать вы что игр не играли бомбол там же добывание ресурсов это тоже один из краеугольных камней не сказал а что там треугольник камень на здорово сборщик закинул на патч все да 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 не могли ставить авианосец в зашип ресурс контроллер но в любом случае еще . просто ресурс контроллер закинулась в любом случае я выразил свое мнение дальше уже пускай не думаю там непонятно еще кстати насколько это профитная игрушка и насколько она еще долго протянется вообще очень массовые когда она вообще про нее забудут сказать любом случае я очень сильно надеюсь что в конце концов этой студии сделаю какой-нибудь у молд рпг там в этой в ним в нимбус овской галактике синглплеер на игру знаешь тем более у них у них то все есть как бы там корабли разные там корабли разных рас с апгрейдами там сейчас наверно же 5 уровень где будет можно там кучу всего достроить если это сделать в одной игре типа звездные волки то это будет просто шикарная игра на мой взгляд даже даже с мобильный график фоксич у тебя ресурс коллекторы там на левой точке внизу я проблем у меня проблема в том что ага вижу летятся но проблема в том что у меня уже ресурсов 11000 я не знаю а даже нет смысла что ничего добывать я уже вести весь все лимиты отстроены все эти перки изучены и могут быть я уже даже не знаю говорю мог бы передавать я бы передал нам по 5000 спокойно их заставить лететь игру луну в построении конечно сложно у меня эти как они саппорт и постоянно улетает вперед вот на левую точку вообще красота получил стоит battlecruiser и правда подлетает три саппорта просто потому что они не захотели лететь в построении даже никого не убили надо будет убивать и он и интересно пронить пришлют где стройка поддержку самое смешное даже нету кнопки это взорвать эскадрилью и взорвать корабль и разобрать корабль нету кнопки почему до того чисто по камиказы и скатал до камиказы спорта если почему-то нет вообще видимо чем им дизайн интересно полетели за нами там хвост летит допустить попробуем сейчас проверить безумную вещь попробуем заплатить battlecruiser там видимо какой-то ресурс будет но этого ресурс и нету в демке и поэтому даже обломки кораблей не захватывается но как бы я помню первых умолт и первых там было две миссии она останавливалась на этих турани как-то первые миссии то вот под эту музыку так охреневал блин охренеть вот это все вот это такое музыка классная вот это то что такое казалось бы безграничный космос потом на вторые миссии до тебе внезапно кто-то вылетает в таком мэдмак стайли а потом ты находишь с кирмиш у тебя полноценный флот там этих этих самых кушан и тайдан и ты там разницы конечно не было но на первый взгляд вообще этом помню на новый год застрял весь новый год играл в него ну все ночью скажу у меня все у меня сегодня проблем с лодами вообще нету все отлично все по графике нормальным то есть все прогружается все нормально текстура не пропадает графика не шокальная я говорю это что то что раз было не так что у нас там за штурмовой корвет но явно это явно в игр будут какая-нибудь радикальная секта выиграть не зря же этот джо чекан свалил в небесу галактику внебрачный сынок макана и это было это было еще до того как норс хаун пришел в умол мобайл то есть то есть это не он придумал это уже изначально придумали этот фабулы этого сюжета и как бы видимо на ней будет строиться что-то этот спойлер по страшному хотя я не знаю но был прикольно если бы небес то еще приплели да вот я тоже задумывался я как увидел на арты вот с этими красными инверсионными следами и прайдов кейгара я сразу подумал что стопудово какой-то из миссии будет без прям сто процентов то есть и по бист выжил отчасти там тоже на дорогах нашел к прайдов не гора на у вратах балькоры брошенный в него все линца и понеслась короче как и звучать 2 я подумал будет примерно что-то подобное то есть сначала да будет сюжет что каких-то там какой-то системе каких-то вратах там проблемы там все все взлетают вылететь и живым не может то есть возможно возможно из-за этого то что как бы бист просто конвертирует банально и все и до свидания я сейчас пошучу конечно не очень уместно но в текущих реалиях прайдов кигара звучит уже бог смысле на может потому что разработчики канадцы я пока рейл ганы спрятала в ангар бы их не выпилили но они даже в ангаре по ходке и выделяется группой сразу все battlecruiser что эсминец один хрен хрен поймешь кто из них кто у них как будто размеры у всех одинаковые горбатый так горбатый сразу видно о так у кого прислали три детства прислали вдалеках где мы начинаем отклинать каждому подестру вот точно это думал все за фигня давайте пользуйся мне кажется что мэри руганами его время спрятать у меня есть такое ощущение я просто не очень понимаю почему у нас нету такой то есть во втором у волды я в определенный момент заценил фишку то что у них есть сочетание юнитов то есть можно построить формацию с основой на бригады формации основы там на тяжелые корабли формации основой на страйк рафт то есть в первой части было на карьеру водите подводит карьер не надо потом зачем точно и конечно спрячу уже в к в доме было странно что нету то потом общение свой спрятал уже на тот свет а тут вроде как внедрили но вот вот этой фишечки хв2 когда можно было просто всех выделить в определенную тактической формацию захерачить вот тут уже нету это нехорошо на мой взгляд ну и короче я про вафлил пасе весь свой флот потому что у меня они опять покинули построение полетели кто как хочет прилетели по отдельности поток крузеру который их разобрал к я смотрел на эсминец не оба даже не быть это не выделяет чтобы заплатить сейчас попробовал выделяет что у меня осталось три саппорта которые будут лечить теперь и смениться у нее какая то есть это белка ты с трогали ищем лишь барашу а у дестора белка какого ракетного первым воролде работой больше а на баттал ее нельзя почему-то у меня уже дестор все так скоро включится но это логично конечно да не вроде можно на магистр кончился можно можно сделать и пыль не дестору все не кончился но очень начальничать и получилось у меня получилось он просто много ракет выпустил по очереди вот даже battlecruiser и я не пойму а какое у него уникальное оружие чем он силен торпедами получается только но не отчеты торпеды и он кинетика не что-то все-все понемножку как я понимаю эх педалаги пишите свежим вакуумом ну что мягко готовы где-то вниз убили на еще прилетел из пространства это у меня контроллер у меня там внизу ну а нихрена это твой я жду вот и мой флот посмотрим как обломки собираются я все на м очень раздражает во первых большая во вторых канал у нас то сделали это что вот это войти в гиперпространстве у них тут все большую такую ее во первых можно случайно мискликнуть и нажать ну как бы ладно ты бы один бы ушел но уйдут и твои союзники то есть принудительно это заканчивает то есть по-хорошему надо делать так чтобы допустим один захотел и голосование идет на потолке ветер дует да тогда это будет иметь смысл ты согласен это я согласен не берут облом и хотя это те большие штуковины это вот этих возбужденных заглянуть за ту сторону за обратную сторону этой штуки там их логотип огромный ну да ну почему почему сделали цвет как убийство это очень странно с какой стороны левая сзади сзади левый который такая у меня один из минец поэтому мне делать нечего я тут смотрю по сторонам я всегда думаю про такие вот огромные штуки то есть у нас уже пригаться знаешь как здание а тут такой охрененный мегалит нарисовать такой тренинг может так и виртуально ведь не говори кстати писать сколько им украсить пришлось бы интересно что это будет ресурс это будут вот эти вот артефакты а кто у тебя расчет у меня вот эти не забавно короче эти сборщики взяли контроллер и знаешь позади так наблюдая забавно достаточно это правда они правда взяли стаклизм хайф фрегата и его переначали от сбор ресурсов и интересные качества решение интерес ну даже каноничная знаешь катаклизма эти сам там которые на дронах и на беспилотных технологиях и они же шахтеры которые соединили до копаньки и хорошо тоже выберем точно пандора zero прав это короче вот эта штука с логотипом это же корабль который просто стоит вертикально потому что у него сверху двигатели на верхних ребрах у него двигатели внутри это летающий крест который смотрит носом вниз вниз у нас вниз до а сверху на на плечах так сказать двигатели короче обломки 500 500 500 руб один облом battlecruiser за что вы меня бьете у меня и так нечем уже отбиваться это конечно провал прощает друг почему как прожимаем или мы все собираемся пригоднички прожимаю поехали я нажал да я окно такой не немножко кривую при выходе при заходе но эффект прикольно эффект прикольно вот победа три месяца мы прошли прошли у меня есть флот бомбардировщик имеет экспериментальной и нестабильной системы вооружения военные ученые хигары очень надеяться что эта группа авианосов вернется в целости и сохранности ну пусть надеется не обещай ну чё пойдете в вернем к в 2 r и желание а для по честно говоря на следующий раз положил давайте завтра если будет вам удобно или на выход ли мы можем сейчас познавать может сейчас чисто так я не знаю ты как дрэд книжка и так сказать просто пока так сказать ощущение не потерялись еще раз но типа попробовать вдвоем ну просто да то просто против иишки а допустим завтра там были когда собраться и еще раз уже всем вместе давай это я согласен лично не против если что у фокусе я не я не прячь ну хорошо мне кажется хорошо получился честно говоря он начал привыкать к этому проблеме да тут есть проблемы с тем что ты если ты не выделил в определенный момент то есть не нажал эту правую кнопку мышки то у тебя какие-то внезапные это бунта начинает активируется ну и вообще как-то немножко подтупливаясь но в целом тут такое масштаб потерялся то есть пол два там такие просто плит флоты а вот и были а тут как-то так все очень такой маленькой мелкой даже меньше чем 1 волосы ровались когда в этих мегалитах то есть вот тебе дают вот только вторая миссия мне понравилось в том плане то что тебя спаунят и внутри какого-то мегалита тебя спаунят именно перед вот это вот передать лопать с этими ледяными да да но там не совсем ледяная там скорее какая-то про порода не очень тесто сказать надо у меня баги у меня базе хаму орула третьего на компьютер перенеслись теперь окна не прожимается арая миссия не 2 получается стоп это какая бы первая у нас били транспортника 2 до вот эти были на на плато поэтому пар на породе вот третье эти три точки вот у круза вот вторая миссия мне больше всего понравилось то есть там плане то что тебе не надо никуда рвать надо никого спешить спокойно там обоснуйся по какой ресурсы пообороняйся добей тех кто его остался заныкался и и устой за такая не спереди хорошая неспешная миссия особенно да для тех кто не особо знаком с игрой и уж тем более не знаком как он тут аспекте микроконтроля мультиплеера вот этом хорошая миссия но смотри по статам ты сам успешно честно говоря я не смотрел что там по статам допустим да ну как говорится опыт не пропьешь но я приловчился уже просто немножко я свой опыт пропил где-то наверно в 2009 плюс еще и дошел в моду моду сцена а нет я на хвоха морал 3.ru тоже в турнире принимал участие этого нам даже грозу . ru может быть да 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 а до этого и на home world террорус точка ру я помню раньше такой сайт был я не знаю как вам на полу wargames она не сильно показывает вот этот насколько стратегично честно говоря да согласен это да какое-то более компактный режим я говорю вот тебя поместили в коробку тебе нужно там как-то из нее выбраться что-то там до этого сделать и все вот как бы у тебя чем дольше ты затягиваешь тем как бы коробка сжимается и как бы тебя раз плющу на грубо говоря земное можно сказать сравнение его на плейгей я говорю сразу сказал то что кому ворлд мобайл напоминает очень ну давай тогда будем за игру спасибо за игру он тоже спасибо был рад слышать да тоже были рады по мне если что да вы учите ладушь хорошо до следующего раза будет точно до следующего раза добрый день этого 3 так давай давай тоже попробуем этого 2 таковый док вот кого док как ни странно мне тоже мультиплеер не зашел я смотрел на ю тубе тоже видео по мультиплееру там он очень какой-то и поперем starcraft 2 очень дам супер такой starcraft овский плену теплеер мне не очень понравилось потому что он слишком динамичный то есть 2 мурлтон динамичный ну или мари мастер это но то же время там у тебя есть какие какое-то время подумать как там что делать там прочитать противника постараться что он там планирует делать как это по контрить и так далее то есть а там все очень хаотично очень больше мне кажется на реакцию на реакцию на микро чем на какую-то на тактическую на стратегическую хочу надо свой apm повышать или как он там называется только на по именда ну да я сейчас компания бороди мне вроде не так важно по им да и горе я говорю сейчас компания игра и там микро менеджмента дохренища но при этом интерфейс иногда просто не выдерживает то есть некоторых миссиях когда на тебя просто всех сторон и ты еще не не выучил вот где там скрипты скрипты вот там просто ругаешься на то на интерфейс просто по страшному то есть все таки какие-то вещи явно не доделали ли они не думали об этом или они я не знаю даже как-то так в любом случае мне кажется что это не мой гейм дизайн хотя наверное я бы сыграл там одну вторую грузах хотя бы оправдать эти деньги которые вложил войти в делаться для собака на такси так что так ну что тогда продолжаем фума 2 с тобой прощаемся да да сейчас пусть и глянем да пойдем тоже спасибо за игру еще раз да увидимся думаю ближайшее время все сразу слышать его зрителям хикса да да спасибо тоже всем за комментарии за донаты спасибо спасибо большое до хиксу надо новая карта за себе я думаю яду я думаю да вы на сегодня лучше посмотрите уж как там что что изменилось там в чем привычный наверное чем проще ремастер по быстрому чисто глянем такие какие-то мультиплеерные моменты уже наверное я вот следующий раз комментирует хорошо от себя когда уже с удовольствием послушаю ладно все благодарю спасибо давай все до встречи добрый дача пандора зеро сена смотрит а ты не хочешь с нами мультиплеер до ремастер от но без всяких модов без всяких плеерских патчей ну чисто посмотреть по на ногу а это тугой и блин на гуй юай ю икс а так я поставлю я пошел полностью чтобы чтобы нам никто лишний не залетел да поздно и не говорим но мы тут недолго на самом деле да я думаю полчасика я даже не знаю за кого поиграть но я наверное буду за выиграв играть не совсем наверно или корректно для сравнения сейчас будет играть за то и данный реку фан да ты думаешь ладно давай тогда ну хрен его знает хотя с другой стороны и в творить третьем х морал и юниты по отдельности строится так как как все присоединиться теперь-то а там час определиться давай можете могу приглашение кинуть устанавливать сервером на а тут я через тем думал присоединиться вот хикс ты еще не созданная можно создавать себя уже что я понял ты чистый запустил правильно нет я мультиплеер включил это имею ввиду что ты запустил чистый да я хума воролт ремастер от нажал или клапы где тут ну что где это блин где это блин гроб против конкурса что только один что-то я начинаю уже нервничать пришли мне еще приглашение она может запуститься без всяких параметров лишних бля что ж такое сбой доступа давай ты создай я могу к тебе лететь что за херня вот так вот поиграли вот тебя на английском все нет на русском я может каким-то моды мешает это делаю запусти я только сегодня установил вору вот вот у меня может просто моды какие-то которых нужно отказаться на хрен так простите дорогие товарищи ну что же проблема нашлась оказывается нужно отдельно включать в мод мультиплеер пипец а так она не добавляется мистер хиггс мистер хиггс игра защищены паролем 1555 это же это свенков до краем у тебя тоже тайданская раскраска была по умолчанию кучу всякой херни пана пихали задницу а смотри как тут все эти самые значки из которых потом холл 3 повторяется нету топон накидали по большому счету с дополнением там они еще с хвадока вытащили знаки на ну что но кишки да да и да да это кто-то и данин да но я по значок поставил просто зачем знаем и начали просто значок потом это сам будем кит лесами да там и сложных или и как или высшей сложность но высших сложности нам сейчас быстро дадут звездюлей мне кажется я уже не особо помню как враж батлами выходить против и я раньше только так боролся настройкам награды я наверное отключу правильно тактика стандартная а вот всякие спецзадания артефакты контейнеры чисто для сравнения оставлю ну давай да вот ну чё тогда поехали поставь галочку что пирог оба черт я доеда не выбрал ну ладно ты кого хотел да я думал за кушан хочешь перезагрузимся огня не надо так теперь опять привыкать другим получатом привыкать правая кнопка крутят камеру немножечко можно поездить вперед курсорными повешенными да и все таки ну ладно мы же не на против другого не на это самое это там и в союзе ой нормальный человеческий этот сенсор господи как приятно реально это только только вошел и уже понимает нормально выделяется сразу r все нормально так модуля исследовательский волокон кончер блин тут и получается дальше на дважды вот так и и сенсор менеджер хорошо работает вышел на он сразу же прилетает куда нужно там выделил да 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 как можно было как можно было из погани ищем игрушку надо исследователи забыл ли тот точно Я начинаю теряться уже, я уже забыл. Пропорим. Сделаем проб на прикалочке, которая атаковала в боевом порядке. Пропорим. Её можно просто взять и отправить к какому-то предмету, то есть к объекту на карте. Она полетит туда. Пропорим. Групп 1 реинфорс. Аа, тут можно удобно выбирать эти самые... И тут можно интерфейс раздвинуть, запустянуть за уголок и раздвинуть. Противил построить 20 кораблей. Копки. я солнышко бил эти шутки чё хренели не учащий был фори шипс губань копий разведчик на разведчике и здесь хорошо издалека показываются юниты видно что они выделены треугольниками правда из-за этого проводишь время в этом сам стратегическому крайне но это второй контакт мне кажется по моду ремастеринг кристально работы формация не добавили но ни хрена не работают все разбросанные юниты работают гораздо лучше держать а те которые пытаются в одном строю бил губань копий вот я тут пытаясь как бы забили просто брошемся батарея ариф сенсоры сенсоры detect an unidentified relic send ships to investigate это что там такое выбрал заряжу какое интересное это типа дополнительной миссии степень бил степень бил да где мы где мы шоссе истребителем ready а на бакспейс по моему можно вообще весь интерфейс отключить сенсоры у нас истребе что это миссия группа 1 сантиметра сенсоры в предотвращении уничтожение сенсоры 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 вновь я не хотела authно инвестор инвестор новое инвестор новое строение композиция должна сенсоров Продолжение следует... Групп 1 копии Scout complete Дрифт смотрите Мочите мочите Scout complete Scout complete Мммм Production underway Scout complete Production underway Births are clear Construction underway Assembly underway Scout complete Scout complete Interface remastered Это просто сказка по сравнению с World 3 Уп 1 Уп 1 Уп 1 Уп 1 Уп 1 Уп 1 Attack coordinates locked in Interceptor complete Standing by Research complete No research available New construction options available Interceptor complete Уп 2 Уп 1 Уп 2 Уп 2 Антос Three Уп 2 Уп 2 Групп 2 Уп 2 Уп 2 религ спи озвучка я бы сказал тоже неплохая идея в роли срочи хомбурган чоколадин астрологички на у них уже вверх там есть сейчас к нам пора полетят до педы с угрозы рождача че происходит это это было в бомберы выходить ааа... где вообще здесь реминский корабль? чё ты там вылез куда-нибудь? мочи ресурсы Субтитры сделал DimaTorzok 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 плохая да это просто с непривычки тебе в еще и за классические расы ты его игры внуку корень ушанами так быстро разбирается вот и не выигрывай это и данным игрой я имею в моем случае с кого играешь два игров но мы типа силы зла сила добра сил добра или лазерс офлайн фрикат ласт красавца да ну ну конечно влажные Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 вот и я не знаю как бы почему как как я скажу так что homeworld 3 выглядит технологичнее давно действительно и вроде как добавили всяких фишечек там я не знаю все типа современнее ли плюшек добавили то что если взять как есть классический так сказать умора 2 принципе перемастерит он как и классический в целом да ну да визуально только поменялся в целом вот да если бы сейчас грубо говоря на тот же движок 3 вы перенесли это выглядело был более парелло но с другой стороны за основу все-таки интерфейс и логику действий я бы взял со второго скайда добавились новые фишечки но вот скажи мне да американец нет хотел сказать скажи мне если бы сейчас homeworld 2 добавили бы там мегалиты возможности пролетать там сквозь структуры и прочее ты бы справился бы с классическим управлением мне кажется вполне бы мне кажется да то есть как бы ну как бы и я уже посмотрел за сейчас что тут также точно так же можно управлять камеры там лететь вперед-назад когда но подымать она может быть нельзя на самом деле корабли настолько легко управляется что ты можешь отправить корабль и и к нему фокусироваться на эту плоскость его и как бы и все нету никакой проблемы ну да допустим можно добавить просто было бы управление там ну пускай куи также вверх вниз даже можно смириться свои sd и куи привыкнуть к этому можно а вот но в целом остальное управление кораблями там да просто добавить им ту же логику из homeworld 3 то есть нажал полететь они сами выстраивают паршрут как облететь да но на хрена было отказываться от как привычного управления нажал правой кнопкой они полетели почему вот эти использование обилок на миллиарда обилок кучи кнопок занять я так понимаю там fg fg hgkl это все обилки это водопаде ты запомни на какой корабль какая обилка на какую кнопку нажимается куча куча всего в а в целом ничего нового в интерфейсе нету тоже логи миссии сообщения строительство запуск но все переначали настолько что это просто какой-то я не знаю словесный понос творится на экране совершенно не поймешь да про зачем век я кстати понимаю почему они отказались от выделения кораблей то есть вот ты издалека видишь флотом треугольниками ромбиками они выделены да там да это можно отключить homeworld ремастер или там и классическом но если бы еще это было но тогда вообще экран превратился бы в какую-то тактическую карту какой-то я не знаю безумной игры этот как там называется я забыл эти тысячами юнитов можно было устроить стратегия была казаки десятками тысяч и они да я понял я понял и supreme commander supreme commander да 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 я про supreme commander хотя в supreme commander нормальный интерфейс по сравнению с третьим world короче у меня в принципе если откинуть вопрос интерфейса просто сейчас его убрать и посмотреть рассмотреть чистый геймплей и убрать баги с несрабатывающими кнопками пускай даже вернуть классическое управление то есть управление интерфейс и баги откладываем в сторону сам геймплей третьего хомору на мой взгляд как бы неплохой он более осовремененный там да какие-то фишечки новые интересные появились у меня больше вопросов чисто к интерфейсу и к управлению кривому остальным как-то как вот с этим я смириться не могу остальное как бы да новый взгляд на игру окей может можно можно принять как бы нам мне еще хочет сказать что хумал третье он стал более мелким микроменеджмент да 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 и казалось бы ну первых умол он такой большой был потом 2 умолт еще больше стал вот и там мог умолт катаклизм такой баланс между вот это вот кем-то микроменеджментом мелким флотом со своими спецификой и большим флотом но видимо него как раз таки в ту сторону и пошли то что после хума дезорцев карак там видим был у них остался тот же самый геймдиректор геймдизайнер главный который управляет как там должен должно выглядеть и видимо то что мы увидели хума дезорцев карак она несколько перейдет и у мол 3 к счастью или плохо но в любом случае я знаю я уже знаю что есть будет модовской поддержка модов и даже против воли разработчиков все они захотят на тирана будет потому что это нырил да и так что мастера найдутся и если если они все-таки сделать нормальную базу доделают вот это вот хорошее то в общем-то будет хорошо но но в любом случае люди найдутся которые что-нибудь сделают даже с управлением как ты говоришь это анрил да а пока что из-за всех вот этих вот сложности с управлением и непослушных кораблей у меня в голове возникает только один мем с тиньковым который говорит но это звездец какой-то ну сколько можно что творится потому что ну саппорт и но за последнюю миссию мы играли послал всех в группе группировал послал лететь на левую вот этот вот летающий корабль перевернутый саппорты улетели сами к себе в одно рыло против battlecruiser то есть да без оружия просто мы полетели мы первые ха-ха-ха и сразу же огребли естественно да как то так да чисто вот ну ты прям ну видно ранняя версия да тут по-другому не скажешь в принципе логика понятно что ее выпустили чтобы сейчас все эти баги от сети это наверное это хорошо даже в таком случае главное чтобы сейчас не накидали сильно много негативных отзывов и чтобы игра стиме не скатилась до не рекомендуют там туда-сюда как этом статус типа всем понравилось это всем не нравится на демку то нельзя повесить но тем не менее они очень этот вопрос наверное что эффективные менеджеры решили а давайте выпустим как бы он же этим товарищем с со всяких блогов понравились там эти варгеймы ваши а тут такой шквал просто накидали на вентилятор они релиз на какой на май перенесли да да тринадцатая мая да не перебил что ты хотел сказать то есть то есть да я хочу сказать что скорее всего такая ситуация было что они сделали этот варгеймс они объявили они выдали там эти демки всяким инфлюенсерам инфлюенсеры поиграли типа охрененно там стратегично но как бы на им похуй на этот умол 3 и вообще похуй на всю серию как бы как она раньше игралась ну и как кажется ну заебись еще вот ну и они поиграли чуть-чуть тем более шумбин на халяву дали вот как бы это у них там бонус такой вот для этого для всего и они сыгрались один раз и забыли лучше ушли дальше вот это что казуальная такая более им даже хорошо вот проще понимаете как бы и все типа чуть-чуть почувствовали умными а потом пришли и вот эффективный менеджер жиробаксов получив эти позитивные отзывы подумали о том что отдать давайте попробуем может быть все таки уже там не надо ничего дорабатывать уже все охуенно вот вот сейчас они выпустили во все это дело и получили говна на вентилятор и собственно можно решили что не все таки надо доделать короче пришли поиграли любители мобильных игр да посмотрели что да сейчас еще сезон пас геймпас платные скинчики цвета инверсионных цветов вообще супер разбогатеем продолжайте на сообщество оказалось такое как бы закоренелое старое поэтому восприняли все молодь на молодняк короче не пробило их а старики захейтили надо но не только старики это неважно неважно потому что молод ремастер это 2016 год это 2014 ну да да ну вот то есть это недавно буквально то есть это молодая игра ну смотря молодая на смотря с позиции кого рассматривать потому что лор тоже там цифры скачут ладно давай заканчивать и так хорошо посидели да да будем заканчивать тогда видимся я думаю ближайшее время может быть завтра может послезавтра там как соберемся опять может быть тем же составом ну да но на этом давайте действительно заканчивать всем спасибо за просмотр всех обняли приподняли подписывайтесь на мой канал на канал дреда обязательно передавайте привет всем ветеранам заглядывайте на форум homeworld 3.ru и обязательно загляните на блог дреда у тебя ссылки есть на канале как тебя найти чтобы посмотреть все есть всю историю всему ворлду максимально подробное описание лора событий дат действительно проделана колоссальная работа поэтому обязательно заглядывайте читайте ну да ну можно нажать правую кнопку перевести на русский это гугл хроме это идеально да 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 поэтому обязательно у тебя и на мод дб и на этом самом на дтф да парочка статей много где да поэтому обязательно обязательно прям не поленитесь зайдите если вы уважаете серию то я думаю вам стоит ознакомиться да и обязательно обязательно зайдите в дискорд сервер homeworld russian fleet если вам заинтересовал вор то там есть отдельный канальчик на homeworld история где было переведено куча лора с homeworld mobile есть там форум холд терминологии на которую кстати выложены все существующие на данный момент официальные документы по молду там все pdf ки там начиная от первого холда там ход катаклизм холд 2 там и мануалы меди и там этот homeworld revelation рпг шичка и собственно то что я переводил на для форума то есть не для форума для дискорд сервера там все в отдельную pdf очку с русскими с русским переводом и с картиночками сделано заглядывайте посмотрите я надеюсь что вам понравится вот да обязательно вот ну а нас их будем прощаться и не забывайте что хигаря не всосут хигара всосет тайда не вперед за императора ристиу ни в чем не виноваты ристиу не виноваты она сама и вообще да 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 многие особенно господин десятка против этой теории но вообще-то хигарцы это же вселенское зло ну изучите лор ну да и галсиэн галсиэн и вообще правы были самого начала не надо было строить этот корабль их не просто так сослали на харах да они еще спиздили ядро галактического масштаба потом пришли поразрушили огромную империю подставили бинтуси да 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 все беды от них короче да бинтуси это же походу бинтуси же получается тоже же как бы ну померли то по итогу свой корабль основной потеряли благодаря хигарцам по сути да 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 сами сломали сами починили короче смотрите катаклизм там в общем краткая история сами выпустили зло сами истребили молодцы герои чё да да в общем да заглядывайте дискорд канал homeworld russian fleet предъявите нам что мы не правы и мы ответим за свой гнилой базар наговариваем тут нахигарцев да 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 ладно ладно всем спасибо давайте всем спасибо да увидимся в ближайшее время все всем пока 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 пока